Осенью 2023 года нам предстоит призвать более 1300 человек. Первая отправка войска планируется 17 октября. В Алакжане, как и прежде, будут направляться в сухопутные войска, военно-морской флот, воздушно-космические силы, национальную гвардию. По традиции наши ребята отправятся служить и в президентский полк. Там будет отобрано для службы 10 человек. Хочу отметить, что все военнослужащие будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединения воинских частей на территории Российской Федерации. Не будут направляться военнослужащие по призву в новые субъекты Российской Федерации, а также для участия в СВО. Я хочу подчеркнуть, чтобы не расстраивались наши родители. Правила осеннего призыва 2023 года сохраняют основным документом для вызова военкоматы призывников. Это традиционная повестка в письменном виде. Но при этом необходимо учитывать, что с 1 октября 2023 года вступают в силу, уже вступили в силу, правильно сказать, изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. В частности, неявка граждан по повестке военного комиссариата будет наказываться штрафом до 30 тысяч рублей. Сегодня этот штраф не превышает 3 тысяч рублей. То есть увеличивается 10-ти кратно. Несообщение гражданинам в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, сведений о месте работы учебы, о переезде будет наказываться штрафами до 5 тысяч рублей. Еще раз хочу обратить внимание наших волокжан на необходимость строгого соблюдения требований закона о воинской обязанности военной службе и отнестись добросовестно и ответственно к исполнению своего конституционного долга.